Дома-2 Саша Черно скучает по Иосифу Аганесяну, которого отправили на Сейшелы. Она хочет полететь на острова за свой счет. Ольга Бузова дала интервью журналистам. На вопрос, появился ли в ее жизни новый мужчина, она ответила «да», но затем сразу осеклась. «А может и нет», сказала она. «Вы знаете, я усвоила урок. Больше личное на показ выставлять не буду. Счастье действительно любит тишину». На ухаживание Ромы Гриценко, который очень хочет быть с Бузовой, она ответила, что у него нет никаких шансов, ведь ей нужен умный мужчина. Дружбе между Татьяной Графовой и Полиной Лобановой пришел конец. Девушки разругались из-за парня. Артем Жуков, из-за которого поругались подружки, в итоге не захотел быть ни с одной из них. Полина Лобанова строит за периметром отношения с парнем по имени Егор, но она не до конца ему доверяет. Скоро он придет на Дом-2, возможно, даже со своей бывшей девушкой. Кевину Кузнецову очень нравится Катя Кузнецова, но девушка считает его легкомысленным и неспособным строить серьезные отношения. Таня Мусульбес решила кардинально поменять образ. У нее новый не только цвет волос, но и стиль в одежде. Она исключила черные вещи и решила быть яркой. У Ольги Ветер недавно взломали страницу в Инстаграм. Мошенники вымогали у нее 100 тысяч рублей за восстановление аккаунта. Она обратилась к профессионалу и смогла восстановить свою страницу. Без общения с подписчиками у Ольги даже началась депрессия. Либерж к Падону набросилась на одну из своих подписчиц, которая нелестно отозвалась о ее внешности. Либерж решила узнать у своих подписчиков, стоит ли ей делать модную челку. И эта девушка написала ей, что так она будет выглядеть еще страшнее. Марина Тристановна Абрамсон оказалась в эпицентре скандала. На съемочной площадке появилась женщина, которой Абрамсон-старшая задолжала крупную сумму денег. Эта женщина когда-то взяла для нее кредит, но своих денег так больше и не увидела. В сети говорят о том, что Ксения Бородина может стать новой ведущей программы «Пусть говорят». Ее поклонники с легкой руки мужа Курвана Амарова запустили в сети флешмоб под хэштегом «Пусть говорит Ксюха». Многие считают, что она уже переросла «Дом-2» и вполне может стать ведущей такого серьезного проекта. После съемок на «Доме-2» Маша Кахно провела время с подругами, с Мариной Африкантовой и Элисой Трианда Фелиди. Она публикует фото с отдыха в кафе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!